Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот». В студии работает Вадим Родионов, помогает мне звукорежиссёр Евгений Копеина. В гостях у нас сегодня глава Балтийского бюро телеканала РТВА Евгений Эрлих. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Услышав вашу заставку, так и хочется сказать, ребята, это я ломаю к вам двери. Ну, вы дверь не ломали, но, тем не менее, к нам пришли и пришли вовремя. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Предлагаем нашим радиослушателям присоединяться к разговору. Также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. Давайте, наверное, начнём с темы, которую я хотел бы с вами обсудить. Скоро приближается годовщина, очередная годовщина начала Иракской войны 2003 год, и вы работали специальным корреспондентом в Ираке в 2003 году. Сейчас, в 2016-м, тема Ближнего Востока снова актуальна, это уже сирийская история. Вот, на ваш взгляд, можно ли провести какие-то параллели тогда и сейчас? Что-то общее есть? В расплох мне застали с этим вопросом. На самом деле, мне кажется, это не то, что прям мой личный опыт, хотя это, безусловно, и мой личный опыт, что сегодняшняя международная ситуация – это следствие вот той второй войны в Ираке. Не первый, потому что всё-таки, когда была первая война в Ираке… Это «Буря в пустыне» войны. Да. Там было всё-таки определённое, что называется, международное согласие. И ту операцию Россия поддержала. И там была, в общем, очень широкая коалиция, и там было разрешение организации объединённых наций. В общем, все как бы так в справедливом гневе решили указать Саддама Хусейну пальчиком, что он, в общем, совершенно несправедливо провёл эту войну. И эта операция такая подавалась всеми мировыми СМИ, как борьба с оккупантом. Ну тогда я напомню, что Ирак напал на Кувейт, и, собственно, с этого всё и началось. Тогда уже американцы и другие страны пошли в Ирак для того, чтобы остановить это. И вторая иракская кампания, она уже совершенно не имела такой международной поддержки. Она во многом вымучивалась. Она во многом вымучивалась под предлогом того, что у Саддама Хусейна там разрабатывается химическое оружие, которого потом не нашли. При этом Саддам Хусейн пошёл на все возможные уступки международному сообществу. Он запустил туда всех международных экспертов. Мы этих международных экспертов видели. Мы ездили за ними на машинах. Им открыли все, что называется, подвалы, бункеры, где могло быть химическое оружие. По данным американской разведки, ничего не нашли. И Саддам Хусейн, что называется, максимально шёл, делал уступки в сторону западного общества, чтобы хоть как-то, понимая, что война будет для него гибельна, хоть как-то оттянуть этот конец. И с ним можно было тогда разговаривать, договариваться, давить и продавливать. Почему, на ваш взгляд, тогда не стали договариваться? Почему начали войну, несмотря на то, что, во-первых, не было санкций СовбезООН, во-вторых, химическое оружие также не было обнаружено, но, тем не менее, война была начата, и Саддам Хусейн, в конце концов, был свергнут, а позже найден и повешен. На мой взгляд, это была глубочайшая ошибка американской администрации, за которую они сегодня расплачиваются по полной программе. ИДИЛ – это продолжение той войны. Арабские революции – это продолжение той войны. То, что мы видим в Сирии – это продолжение той войны. Ближний Восток – это очень такое странное, что называется, место. Оно очень не похоже на Европу, оно совсем не похоже на Азию. Это мир, который живет по своим законам. Это законы ислама, это законы внутри общинного родового племени, там очень все это актуально и живо. И туда вмешиваться вот так вот грубо топором, сапогом, танком – это значит, что совершенно не понимать нюансы того мира. И вот когда туда американцы вмешались грубо с помощью танка, они сегодня получили ИДИЛ. ИДИЛ – это прямое продолжение вот той войны. И когда сегодня Россия говорит о том, что американцы очень часто в своей политике не оглядываются ни на кого и действуют так, как им заблагорассудится, в этом есть зерно. При том, что я, что называется, у меня есть свое отношение к российской пропаганде и к нынешней власти, я совершенно согласен. Американцы вели себя грубо и получили теперь по полной программе. И теперь то, что они вот там пытаются разбираться с ИДИЛом, это они называются, подчищают свои собственные ошибки. Вот та война была в этом смысле очень показательна. – Вы работали в Ираке в 2003 году. Вот какие у вас остались впечатления и ощущения от работы коалиционных войск? Ну, тогда это в основном были американские солдаты с населением, с местными жителями и так далее. То есть, что вы видели и что вы чувствовали? – Я буду некорректен, если я расскажу, что я видел и что слушал, как работали американцы. Потому что я был как раз в Багдаде в тот момент, когда американцы бомбили Багдад. Я могу как раз больше рассказать с другой стороны, со стороны… – То есть, вы были под бомбами? – Ну, были под бомбами, да. И мы вышли из Багдада ровно в тот момент, когда американцы туда входили. Вот так сложились обстоятельства. Знал бы я, что американцы войдут в этот день, мы, может быть, приложили все усилия и задержались, чтобы досмотреть эту войну до конца. Но у нас там была смена, у нас уже группа сидела, ждала как бы… У нас все-таки была некая ротация, мы месяц провели в Ираке, и уже вроде пришло время поменяться, и мы попали как раз вот под эту историю. Я видел хорошо вот с той стороны. Я могу сказать, что американцы в тот момент продемонстрировались с точки зрения как бы войны, конечно, изумительное вообще по тем временам, это казалось что-то невероятно, изумительное вот качество новой войны. Вот эти точные бомбы, их умение не сравнять город с землей, а точно убрать нужные объекты, после которых город перестанет функционировать. Очень странная была война. Мы жили в гостинице «Палестин», это такое 22-этажное здание посреди города, такая высокая-высокая вышка, а через дорогу, ой, господи, а через реку как раз находился комплекс, правительственный комплекс Дворцы Саддама Хусейна, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, и вот по этим объектам как раз американцы наносили бомбардировку. Били очень точно, почти не ошибаясь. И мы стояли на балконе и снимали вот это вот страшное зрелище, которое было просто глаз не оторвать. То есть оно завораживало вас? Оно завораживало. Вот если ты точно понимаешь, что в тебя не попадет, а в тот момент мы как-то все точно понимали, что с помощью вот этого высокоточного оружия война изменилась, она стала телегенична. Мы стояли на балконе гостиницы «Палестина», все съемочные группы мира, и снимали бомбардировку Дворца Саддама Хусейна. У нас был такой легкий ужас и, с другой стороны, какое-то журналистское такое вот вдохновение, потому что это было что-то невероятное. Ты видел историю своими глазами, понимая, что там гибнут люди, и при этом понимая, что ты на войне и одновременно зритель. Вот это вот эффект новой войны. Это такая реалити-шоу, которая вот уже формировалась именно после 2003 года, восприятие войны. Да верно, после 1991 года, когда CNN впервые показал бомбардировку Багдада в прямом эфире, они вели прямую трансляцию, правда, аудио. Но, тем не менее, вот это ощущение пришло, что это уже шоу, это часть шоу-бизнеса, война. У меня просто перед… Я параллельно работал в эти же годы, параллельно работал в Чечне. И у меня была, что называется, такая сравнительная картинка. Ну, там вот собрались военные журналисты, у всех был как бы свой какой-то опыт. Это 99-й год, начало 2000. 99-й год, 2000, 2001. Вот мы приехали туда, в Ирак, с опытом Чечни. И то, что мы увидели, конечно, это две качественно разные войны. Это два совершенно разных подхода. Это совершенно иная идеология и мотивация. И войну ту американцы выиграли блестяще за две недели, практически не потеряв никого из своих солдат, полностью разгромив довольно серьезную военную группировку Саддама Хусейна. Второй вопрос, что началось потом, потому что, еще раз говорю, придя с танком, они, в общем, очень многие вещи не посчитали. Они действовали как дети в песочнице. Теперь сегодня эту песочницу нужно восстанавливать, а там нет уже людей, которые хотят ее восстанавливать с помощью американцев. Там люди, в общем, теперь и суниты, и шииты, и за Саддама, и против Саддама. Сегодня там такая большая-большая, в общем, такая каша, где все это варится, бурлит, и эта ситуация надолго. И ее как раз взорвали американцы. Но та война была проведена блестяще. Если вернуться все-таки в 2003 год, по вашим ощущениям, местное население, как реагировало на решение американцев начать войну и войну против Саддама Хусейна? То есть были те, кто поддерживал эту операцию? Или в основном жители Багдада, жители Ирака были на стороне Саддама Хусейна? Если бы кто-то сказал, что он поддерживает эту операцию, он бы тут же, в общем, оказался в лучшем случае в тюрьме. Режим Саддама Хусейна очень нам напоминал, я жил при Советском Союзе, очень напоминал Советский Союз. Там не было никакой альтернативной оппозиции, каких-то оппозиционных СМИ. Там все было очень точно, даже не Советский Союз, а эпоху именно Осипа Сталина. Саддам Хусейн был везде. Он шел в разговоре через каждые два слова. Его портреты висели на каждом углу. Это такой культ личности. Совершенный культ личности. Мы видели, как люди кричали и совершенно искренне «Мы отдадим за тебя, Саддам, душу и сердце». Там снимались какие-то видеоклипы по итогам массовых митингов, когда люди собираются, появляются камеры, и они начинают петь, как они любят Саддама Хусейна. То, что мы видели, это мы видели такой совершенно сталинский режим, который мы понимали очень жесткий, жестокий, и в случае войны люди будут за него биться. И для нас было, например, большим откровением. Почему я говорю, что мы, когда выезжали из Багдада, мы как-то планировали, что эта война будет идти долго. Потому что мы видели, как Багдад готовится к обороне, как люди копают окопы, как пацаны там учатся стрелять из автоматов. То есть город готовился к обороне. И рухнул в один день. И на следующий день уже мы доехали до Дамаска, и уже из Дамаска мы наблюдали кадры, как те же самые багдадцы, которые вчера пели «Мы умрем здесь», Саддам Хусейн, уже сносили памятник Саддама Хусейна, уже грабили его дворец, уже радостно обнимались с американцами. Вот это вот вторая история, которая для нас была открытием, это история арабского менталитета и той ситуации, которая там, в арабском мире. Мы не можем со своими европейскими какими-то критериями подходить к этому арабскому миру. То есть получается там принцип «Король умер, да здравствует король». По такому принципу все. Это европейский подход. А там не такой подход. Там подход «Один властитель умер, теперь попробуем, что называется, переделить, разобраться». И теперь, что называется, когда сверху нас никто не давит, вот теперь мы наконец-то начнем разговаривать друг с другом с наших родовых племенных позиций. Там очень сильны вот эти все родовые вещи. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Очень интересная тема вы затронули. Вот у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что там сначала был культ личности, а потом там все изменилось. Ну, во-первых, там истории пишут победители, это первое, и разрушаются памятники тоже победители. А что касается получше, там американская армия очень сильно застряла, ну и коалиция. Так что зря вы там на людей Ирака наговариваете. А все эти розы – это тоже работа спецслужб. Спасибо. Спасибо. Давайте я по поводу Фалуджи скажу. Я не наговариваю на людей Ирака. Я хочу объяснить простую ситуацию. То, как вели войну американцы, это, в общем, был большой такой, в общем, это был пример для многих стран мира. Я вас уверяю, что военный опыт американцев в Ираке изучали тогда все армии мира, и российская в том числе. Американцы продемонстрировали, что для них очень важно, и это принципиальная, кстати, история для американской армии, для них очень важна жизнь солдата. Фалуджи, если бы они захотели, они взяли бы за сутки, положив там 10, 20, 30 тысяч своих солдат, они бы взяли его. Была принципиальная позиция – мы на этой войне не потеряем своих. Все потери американцев массовые, такие серьезные, реальные. Это уже после войны, когда начались теракты, когда началось партизанское движение. Вот в этой войне для американцев была задача показать, что мы своего солдата ценим, мы будем применять высокоточное оружие, которое стоит там миллионы, но для того, чтобы своих ребят не потерять. Они с этой задачей справились, поэтому так долго нам казалось, что они берут маленький городок Фалуджи. Они его взяли, в итоге не потеряв своих. Это важная как бы история. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. У меня к вашему гостю вот такая вот ремарка. ИГИЛ в конце-то концов. Американцы получили. ИГИЛ получила Европа больше, чем американцы. Американцы сидят за океаном, у них все нормально. Это одно. А второе, ну, можно, конечно, я понимаю, что американцы ценят каждого своего гражданина и солдата, да? Но даже с точки зрения экономики, сколько стоит американский солдат, сколько стоит его страховка и зачем торопиться? Понятно. То есть, я так понимаю, что наш радиослушатель считает, что потеря солдата американская армия невыгодна с экономической точки зрения, и поэтому его оценивают. Если в какой-нибудь армии мира вопрос будет ставиться именно так, что потеря солдата нам невыгодна с экономической точки зрения, я лично буду этой армии аплодировать. Потому что для меня все-таки как бы в современном мире никакие завоевания военным путем в общем не стоят ничего. В современном мире работают совсем другие механизмы. Нет смысла, я не вижу вообще смысла вести войну для того, чтобы погибали люди. Ради чего? С ИГИЛом вопросов нет, потому что это организация, которая убивает людей. Это организация, которая тащит мир в каменный век. Так вот, это одна история. А война, которая опять же, извините, сейчас, наверное, нам начнут сюда поступать гневные звонки, но войну, которую ведет, например, Россия на Украине, я ее не понимаю. Ради чего там умирает люди? Мне непонятно. И если бы в бюджете российской армии было бы записано, что один солдат, это стоит, в общем, больших-больших денег, и поэтому туда солдатов посылать не будем, не было бы войны на Украине. Дай бог, чтобы так все относились к своим солдатам. Прервемся на новости и рекламу, потом вернемся и продолжим. Глава Балтийского бюро РТВА и военный журналист Евгений Эрлих, гость нашей программы. Сегодня оставайтесь с нами. На Балткоме разворот. Мы продолжаем эту программу разворот. Меня зовут Вадим Родионов. Помогательный звукорежиссер Евгений Копейнов. В гостях у нас сегодня военный журналист, глава Балтийского бюро телеканала РТВА Евгений Эрлих. Здравствуйте, Евгений. Добрый день еще раз. В первой части нашей программы мы говорили об иракской войне, на которой вы работали. Это 2003 год. Скоро будем отмечать очередную годовщину этого достаточно трагического события в мировой истории. И начнем мы эту часть программы со звонка. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Господин Эрлих, вы как очевидец именно бесконтактной войны, которая сейчас вывелась как бы из классической войны, когда было противостояние двух сторон непосредственно на поле боя. По сути дела, вы же тоже в курсе, что часть руководства иракской армии была куплена. Так что там эти остатки, у них жалкие потуги, они не имели никакого значения. Вот. И одновременно вы были свидетелем именно классической, самой стуниной такой жуткой войны в Чечне, когда именно две стороны. И вот вы сейчас свидетели такой очень странной картины. Идет линия бесконтактной войны. Идет вот схватка двух сторон, как на Украине. И одновременно все это сопровождается рядом терактов. И при чем, когда мы помним все воины классические, всегда идут какие-то операции, баталии, и всегда личный состав одной и другой стороны имеет большие потери. Ну, мы, конечно, вот Дебальцево, Измайловский котел, мы же помним, там огромные были личные потери. Теракт в потере именно мирных жителей. Бесконтактная война, она выливается именно в потере мирных жителей. И вот эта классическая война, переплетение, бесконтактная война и теракт, это картина нашего времени. Вот как нам ориентироваться в этой картине? Спасибо. Спасибо. Очень такой сложный вопрос, многогранный, наверное. А уже отключили нашу орденскую? Да. Да, я просто хотел понять, как ориентироваться, значит, откуда брать источники информации, как понимать, что происходит? Нет, но скорее вот есть ли связь между бесконтактной войной и террористическими актами? И если, допустим, речь идет о войне в классическом представлении, то есть есть фронт, есть две армии, которые друг другу, то тогда это исключает или, во всяком случае, снижает риск террористических актов? Вот как вы считаете? Не знаю, мне кажется, просто террор это одна из, что называется, из тактик ведения войны. Вот если, например, идет война Израиля с сектором газа, а такие войны в последние годы бывают довольно-довольно часто, то мы точно понимаем, как бы в Израиле, что вполне возможно ожидать теракта, как продолжение вот той войны. В то же время мы видим, как бы украинские события, никто же в России не боится украинских терактов, что сейчас придут какие-то хлопцы из Киева и начнут взорвать Москву. Нет же, а когда шла война в Чечне, как раз все боялись чеченских терактов. Но это связано с религией? Это связано с исламом? С тактикой введения войны я бы не стал напрямую так связывать. Например, Баски, они активно проводили теракт, но, правда, они не вели классическую войну. Я думаю, что это прежде всего, давайте определим, что теракты это один из способов введения войны. Он может быть, а может и не быть. В зависимости от того, какие задачи ставит себе воюющая сторона. Что касается войны в Чечне, вы сравнивали частично Ирак и Чечню в пользу, кстати, вот того, что американская армия использовала высокоточное оружие, российская армия тогда использовала системы залпового огня, град, снося кварталы и так далее. Вот все-таки какие еще были отличия в этих двух войнах, которые проходили практически в одно время? Это 2003-й Ирак и 99-й, 2000-й, это Чечня, штурм Грозного, новогодний и так далее. Ну, наверное, прежде всего, это профессиональная подготовка солдат. Современная техника, современная тактика ведения войны требует совершенно иного вообще подхода от военного. Военный – это профессионал. Профессионал, который ежедневно тренируется два, три, четыре года. Через четыре года эта часть, которая долго вместе тренировалась, понимает друг друга с полуслова. Это очень важная история. Вот Ирак, опять же, например, мы видим в большинстве развитых стран мира это армии профессиональной, армии такого общего призыва. Мы видим, к примеру, в Израиле. Но в Израиле, я скажу, они служат три года, парни, и они тренируются почти каждый день. Это жесточайшие тренировки. Я эти тренировки видел, снимал. То есть, ребята точно понимают, что они готовятся к войне, и они точно понимают, что нельзя не сделать домашнее задание. Одно не сделанное домашнее задание означает твою смерть или смерть твоих друзей. В Израиле, кстати, и девушки тоже проходят обязательную службу в армии. Вот в Чечне российская армия, мало того, что она не была профессиональной по своей сути, она и сейчас не является профессиональной. В 2000-м уже к боям привлекали в основном контрактников, а не срочников. 94-й, 96-й это срочники. Это на самом деле такой как бы нитимив. Да, принимали контрактников. Это контрактников, которые прошли, у которых был опыт ведения войны в Чечне, вот здесь, в части. А потом он говорил, ну все, я не хочу домой уезжать, я хочу заработать деньги, я теперь остаюсь с контрактником. И вот дальше эти ребята, которые там, те, которые выжили, которые в боях научились, как правильно вести бои, дальше становились контрактниками. И потом, это же очень часто еще вопрос, как используют эти части. Вот мы говорили про Фалуджи, когда туда не вводили в город солдат, понимая, что городские бои это самые кровавые бои. Так вот, российская армия вводила в города спокойно, Шали, Аргун, как бы ни о чем не думали. В общем, есть контрактники, но вперед пошли воевать. То есть, это танки заходили на узкие улицы и тогда их, собственно, в общем... А когда и без танков. А когда и без танков. То есть, вот тогда российская армия, я надеюсь, что это сейчас не так, но тогда это был какой-то, в общем, ну бардак, на самом деле. То есть, а еще было, знаете, самое главное, вот в армии это отношение к солдатам. Я много делал репортажи про контрактников, которые остались в Чечне, воевали в Чечне, а потом не получили своих денег. А потом приехали домой, а их там, то, что называется, на пацанском слонге кинули. А какой-нибудь начальник финчасти им выдал денег, но с учетом, что половину ему вернут, то, что называется, откат. И вот это вот отношение к своей армии, к своим солдатам очень там сильно чувствовалось. И воевали, на самом деле, там в Чечне наиболее боеспособные части были, это были части ОМОНа. То есть, это милиция, профессионалы, контрактники, которых там, где-нибудь в Челябинске они служили, служили, их бросили в Чечню, полгода они побегали, вернулись, отдохнули, полгода опять поехали. Вот эти как бы точно понимали, за что, как и почему. И это были тренированные ребята. Это была совсем другая история. Это, в общем, в Чечне, я бы сказал, что российская армия, я надеюсь, как бы получила хороший урок и попыталась изжить эти пережитки. Но чтобы понять, пережила она это все или нет, надо видеть российскую армию в каких-то боевых действиях. В больших таких реальных боевых действиях мы не видим. Гибридная война, которая сегодня ведется на Украине, это несколько другая история. А сирийская компания? А сирийской мы видим летчиков, которые посылают высокоточные ракеты. И нам, опять же, российская сторона рассказывает о том, как они высокоточно разбомбили какие-то объекты. Проверить мы это не можем. С другой стороны, мы видим какую-то другую информацию о пострадавших мирных жителях. А речь идет о тысячах этих мирных жителей. Это означает, что или ракета попала не туда, или та сторона нам преподносит иной информационный фон. мы видим. Поэтому у нас нет объективных данных оценить эту историю. Но с самолетами, с воздуха война не выигрывается. Война выигрывается все-таки с земли, с поддержкой с воздуха, но не наоборот. А информационно? О, информационно. Это, в общем, серьезная история. Информационная война сегодня идет по всем фронтам. Я бы сказал, даже как раз в этом классическом понимании, потому что здесь вот как раз вводятся танки в город, сносится все к чертовой матери, а потом начинают разбираться в нюансах. То есть, играют не тонко в этом смысле сейчас? Никто. Сегодня тонких игроков не осталось. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я хотел бы восприятия вашего эксперта насчет тоже ценностей солдатов. Только вот на примере Курска, когда подлодка утонула и не было чем вытащить, иностранцы предлагали ну, спасите, мол. Это доказывает то, что Россия отказалась, потом признала, что надо было бы помочь. Да, вот сейчас у нас уже есть техника через какое-то время. Сейчас, по-моему, говорили, если бы сейчас это случилось, мы бы спасли. Вот это вот и есть такое соотношение, что у нас этого, как говорится, кто-то вот высказывал, что и Путин сказал, что у нас этого, как бы, за говна или чего, ну, именно к солдатам и морякам точнее, что нас достаточно и да ладно там. Спасибо. Спасибо. Ну, я попрошу наших радиослушателей более корректно выражаться в эфире, но смысл вашего вопроса понятен. Знаете, я снимал как раз эту курскую историю и общался с родственниками. То есть вы работали там? Да, я как раз работал в Москве, и я это все видел. Вот, в общем, ну, ужасно. И на самом деле там была возможность, на тот момент, по крайней мере, оставались какие-то шансы, если бы сразу бы использовали западную помощь, были шансы, что называется, их спасти. Норвегия предлагала, я напомню, свою помощь. И это потом показало подъем подлодки, когда, в общем, было понятно, что некоторое время было. Я не могу сказать, какое отношение сегодня к солдатам в российской армии, поскольку не хочу быть голословным. Я служил в советской армии, и для меня это был культурный шок, потому что, в общем, советская армия, мы защищаем свою родину, но при этом ощущение было, что ты служишь в какой-то белой армии, тебя взяли в рабы, поэтому для солдат отдельная столовая, для офицеров отдельная, поэтому то, что то, чем питается офицер, и то, чем питается солдат, это, в общем, как бы отбросы с офицерского стола, отношение офицеров к тебе как к рабу. Это был для меня действительно культурный шок. А в каком роде войск вы служили и где несли службу? Отдельный разведдесантный батальон. Это был, это еще была афганская учебка, нас готовили в Афган, и, в общем, это воспоминания были такие для жизни, о жизни, что называется, я тогда много узнал. то отношение к солдатам, которое было в Чечне, оно ничем не изменилось от того, который был у меня опыт. Я это тоже видел. Сегодня, я не верю, что сегодня, вернее, я не знаю, скажем так, если офицеры сегодня питаются вместе с солдатами, замечательно, если к ним нормально относятся, наверное, не знаю, я не могу сейчас точно знать. Я вам расскажу, что такое, например, отношение к солдатам в израильской армии. Вот чтобы стать офицером советской армии, в российской армии, ты мальчик после 10-11 класса выдерживает экзамены в какое-то военное училище, 4 года там занимается, серьезно, наверное, занимается, гоняет их, и потом он приходит в армию, у него, его там ровесники как раз после там всех каких-то учебных заведений пришли рядовыми, и вот он их начинает там учить или на армейском сленге гонять. Что он знает про солдатскую службу? Ну, наверное, то, что он попытался вынести, будучи в военном училище. И между офицером и солдатом это, в общем, какая-то громадная какая-то вот разница в подходе к жизни. Для солдата, для офицера, солдат, вот, ну, по крайней мере, так было при мне. Я не думаю, что так сильно изменилось сейчас как-то. Это, в общем, человек, который пришел, ушел, в общем, два года, я его буду гонять там. Не, не буду жестко выражаться. Я вам скажу, вот в израильской армии, чтобы стать офицером, ребята все служат год. Через год тот, кто желает стать офицером, подает заявку на курсы, год его обучают на офицерские курсы, и он возвращается почти в ту же часть к тем же самым ребятам. Он вместе с ними спит, он вместе с ними ест из одного котла, он вместе с ними идет в бой, и есть приказ в израильской армии. Офицеры идут первыми. Не последними, чтобы сохранить офицеров и положить всех солдат, а первыми. Погибают, прежде всего, по статистике, в израильской армии офицеры, но он должен личным примером, своим опытом, своим мастерством показать, как действовать в этой обстановке. И вот тогда совершенно иное отношение. Каждый израильский солдат знает, что за него переживают, и не дай бог, если он попадет в плен, то за него, как в случае с Геладом Шалитом, вернут 1200 палестинцев, заключенных, часть из которых, там треть была осуждена пожизненно. Ничего, вернули за дела до Шалита. Вот это отношение к солдату. Каждый солдат важен. Это очень важная история. Давайте звонок примем. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Это Роман звонит. Да, слушаем вас. Ваш гость немножко лукавит про советскую армию, что там офицеры там гоняют. Про Израиль говорит, что их мучают каждый день для того, чтобы вы был бойцом. А в советской армии то же самое учили, а не гоняли. А вот выражения такие, как будто советская армия это монстр один. Тот же человек, который учился пять или шесть лет до офицера, он пришел в армию и начал то же самое тренировать своих солдат, а не гонять, как он говорит. И скажем другое. Говорите, что то, что кушают солдаты в армию, это обедки после офицеров. Ничего там подобного не было. Я тоже служил, я тоже видел, как готовят специальные повара. Это просто вранье. Про Россию сейчас гоняю всякую туфту. Извините, до свидания. Ань, можно отключаться? А вот уже ушел наш радиослушатель. Но я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и вы, Евгений, можете прокомментировать, а наш радиослушатель, если у него возникнет желание, может еще раз позвонить. Ну то есть я сижу в эфире, вот здесь вот, посмотрите, Роман, я сижу в эфире свой жизненный опыт, свою афганскую учебку и то, что я видел в Чечне. И это вот как бы свои фантазии, я сегодня их специально редуцирую, чтобы вам как-то вот вас поразвлечь, извините. Ну, я хочу еще от себя добавить, что для того, чтобы было понимание у нашего радиослушателя, что мы с Евгением эту тему выбрали неожиданно и для него это стало сюрпризом. Я сегодня использовал такую тактику. Правда. И поэтому то, что он сейчас говорит, это не какие-то заготовки, не подготовки. У него не было возможности это подготовить дома и прийти и рассказывать. Это полнейшая импровизация. И сегодня мы решили построить интервью таким образом. Но это добавлю от себя. Еще звонок примем. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к гостю вопрос такой. Если он так хорошо знал войну в Ираке, как он может оценить четырехлетнюю войну в Сирии, когда авиация точечными ударами никак не могла разгромить ИГИЛ? Спасибо. Имеется в виду, судя по всему, авиация союзников до вступления России в эту историю. Но я говорил еще раз, повторюсь, война не выигрывается с воздуха. С воздуха наносятся очень болевые удары по главным, что называется, связующим частям, которые обеспечивают координацию в армии. По командным пунктам, по каким-то военным складам, по базам, по взлеткам, чтобы самолеты не могли взлететь. Но война выигрывается все-таки с помощью наземных сил. Вот история с Ираком, видимо, вы про это говорите, она ввелась с воздуха, пока не уничтожили все основные пункты, войска не пошли воевать. То есть, вот мы это видели, уничтожали каждый день по несколько авиаударов, по определенным точкам, да мы даже эти знали точки уже. И пока вот все это не вывели из строя, пока координация иракской армии не пришла к нулю, когда люди не слышали, не понимали друг друга, потому что не было никакой связи. Вот только в этот момент они ввели уже, пошла пехота и пошли танковые соединения. В Америке, давайте, ой, господи, в Америке, против ИДИЛа, давайте скажем честно, Америка воюет, опасаясь за каждого из солдата, а самое главное, даже не планирует введение американских войск. Америка очень сильно обожглась вот на всех этих войнах, на последующих войнах, на партизанских, и теперь наконец-то у них хватает ума понимать, что на Ближний Восток вот так вот просто как бы, потому что нам захотелось, теперь совсем не хочется идти, надо все это очень сильно просчитать. Они теперь сидят и считают, и я думаю, что они ждут, когда придет новый президент, и пусть теперь это будет его головной болью. Обама уже обжегся на Ближнем Востоке, он туда пришел со светлыми там какими-то своими представлениями и получил, в общем, то, что получил. Я думаю, что Америка не ведет войну против ИДИЛ, Америка с воздуха пытается точечно уничтожать то, что увидит, но так войну не выигрывает, она так долго еще будет бомбить. Давайте еще звонок, у нас раскалывается телефонная линия. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я с вами немножко как бы согласен по вашей стратегии, которую вы поднесли в войне в Бираке, но Сирия совершенно другая, вы же понимаете, что сейчас идет, давайте положим руку на сердце, никакой не ИГИЛ, по крайней мере, Россия пытается и очень успешно уничтожить оппозицию, это однозначно. ИГИЛ, по-моему, Россию вообще не интересует, потому что ИГИЛ, давайте возьмем с другой стороны, где идут, нет, я не хочу, как говорится, накаркать, но где идут, где ИГИЛ в раздебии, Европа, Германия, там-то, Россия спокойна. Почему спокойна? Да, потому что однозначно, что идет уничтожение оппозиции, а не ИГИЛа. Спасибо. Ну, это достаточно популярная версия, говорят о том, что Россия бомбит не только ИГИЛ, но и так называемую умеренную оппозицию. Как вы это считаете? Насколько это соответствует? На самом деле это отдельная тема, в общем, война, ситуация на Ближнем Востоке, война с ИГИЛ, участие в этой операции России, участие в этой операции Франции, США. Я бы не стал бы сравнивать ее с Ираком, потому что, еще раз говорю, то, что мы видим, это продолжение Иракской кампании, но там совершенно другая тактика, совершенно другая история. Мне участие России в Сирии, мне лично, оно не очень понятно. Я считаю, что те резоны, которые, в общем, для себя избрал кремлевское руководство, начав войну в Сирии, они никак не связаны с ситуацией в Сирии. Они связаны, прежде всего, с внутренней и внешней политикой самого Кремля. Хорошо, но база, единственная база на Средиземном море у России в Сирии. То есть, если Асад теряет контроль над регионом, то, соответственно, Россия может потерять свое влияние в Средиземноморском вот этом сегменте. Оно есть. Вопрос другой. Но база есть. База есть, но там представлено. Знаете, Советский Союз много-много лет пытался как-то себя позиционировать на Ближнем Востоке. Он заигрывал и дружил со всеми такими ближневосточными режимами, с Египтом, с Иорданией, с Сирией, с Ираком, с Ираном. Что осталось от Советского Союза на Ближнем Востоке? Египет гораздо ближе к американской администрации, и Америка предоставляет ему многомиллиардный кредит ежегодно. Иордания вполне себе в хороших отношениях с американской администрацией и в очень таких нейтральных с Россией. Нет России в Иордании, а Америка есть. Ирак, ну, совсем другая история. В Иране, вот Россия рассказывает о том, что она строит в Иране атомную станцию, и, соответственно, у них очень хорошие отношения. Но нефть иранская сегодня подрывает именно российскую экономику. Это вот они такие друзья. То есть, когда мы начинаем рассматривать целесообразность присутствия России на Ближнем Востоке и эти многомиллиардные кредиты, которые Советский Союз, а потом Россия простила ближневосточным режимом, я пытаюсь понять, ради чего? Ради того, что сегодня в России бюджет здравоохранения 6 миллиардов долларов, то есть он, если брать на каждого жителя страны, в 54 раза меньше, чем в Америке. Вот американцы, воюя на Ближнем Востоке, обеспечивают уровень здравоохранения в 54 раза выше, чем Россия своему гражданину России. Вот это, наверное, патриотизм. Есть деньги, воюем на Ближнем Востоке. Нет, лечим своих граждан. Мне не очень понятна эта история, зачем такие деньги спаливаются на Сирию. Давайте еще один звонок под зоной эфира примем. Только что был у нас, сорвался. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Очень коротко попросим вас прокомментировать. Алло. Да, очень коротко. Это Артур звонит. Да, сделайте потише ваш радиоприемник, пожалуйста. Да, хорошо сейчас сделаю, отойду. Ну, слушайте, сейчас нормально? Да. Да, мы вас слушаем. Сейчас нормально? Да, 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 слушаем вас, говорит, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас, Артур. Ну, здравствуй. В общем, сейчас это, понимаете, могу говорить по-русски, не хочу ругаться в эфире. Да, не ругайтесь, пожалуйста. Сейчас это сказка, как это называется, пропаганда, которая специально накручивает весь мир и хочет в мир устроить ядерную войну. А Россия всегда спасает. Постоянную историю тысячелетных для России всегда спасает Россия, весь мир. Согласите, я правду. Спасибо, Евгений, очень коротко прокомментируйте эмоциональный комментарий нашего радиослушателя. Невозможно комментировать эмоциональный комментарий. На эмоциональный комментарий есть только короткий ответ. Откройте учебник истории и почитайте. И тогда будем аргументированно разговаривать, кто кого спасает. Возьмите просто, знаете, как я вам хочу посоветовать, наберите участие России в войнах за последние сто лет. И вы много узнаете о мирной стране России. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Евгений Эрлих, военный корреспондент, глава Балтийского бюро РТВА и был гостем программы «Разворот сегодня». Спасибо за этот разговор. Очень неожиданный эфир получился, с импровизационной, действительно, спасибо. Да, это такое импровизировали. Евгений Эрлих, Вадим Родионов провел эфир и помогал мне звукорежиссер Евгений Копеев. Спасибо, что слушали. Всего доброго и до свидания.